Продолжение следует... В том смысле, что будучи буддистом, причем таким, ну, как сегодня бы сказали, очень верующим, очень, существуют воспоминания, которые русскими офицерами оставлены, поэтому они, может быть, неточные несколько, сжигают людей в амбаре, крестьян, которые помогали большевикам. Стоит Унгерн, пишет один из офицеров, и молится своему Будде. Я не знаю, слово молиться здесь, насколько оно адекватно, когда речь идет о буддизме. Но, в общем, был очень сильно связан с этим. И надо сказать, что вообще Центральная Азия, сама эта идея о том, как бы пропитаться мистическим духом Монголии, как другой офицер говорил о том, что Унгерн пропитался мистическим духом Монголии, и вот отсюда его военные успехи. Но ведь он не начинал воевать без прорицаний и без гаданий. Его сопровождали на всем его пути группа лам монгольских и тибетских, потому что и воевала целая тибетская сотня, и, кстати, была самой храброй в азиатской дивизии Унгерна. Он не двигался с места даже тогда, когда это шло во вред военным операциям. Поскольку, если было предсказано, что вот такого числа Унгерн должен победить, ну, вот так битва растягивалась на несколько дней. Потому что, ну, ведь вот 13-го, например, или 14-го должна совершиться победа. Но иногда говорят, ну, здесь мы не можем совершенно отличить вымысел от того, что было на самом деле, говорят, некоторые его помощники и заместители специально разговаривали с некоторыми ламами, чтобы те давали, ну, правильные какие-то предсказания. Потому что Унгерн мог остановить армию, если неблагоприятный день по лунному календарю. Просто ее остановить и все. Был случай, когда отступали они уже вот в последний период вот этих битв за Байкали. И вот там где-то на реке остановились, где было огромное количество гадюк. А ламы предсказали, что если хоть одна гадюка будет убита, то успеха не видать. И вот, причем выбран был тот склон для, ну, бивуака, где гадюк было больше. Можно было переместиться. Но его тоже выбрали ламы. И поэтому жили там среди гадюк. Многих кусали. Вот. Они потом страдали очень сильно. Некоторые умирали. Но надо было следить, чтобы ни одна не погибла. Потому что иначе победы не будет. Надо сказать, что для монголов вообще без предсказания никакое событие не является событием. Потому что, ну, представьте себе, если событие нельзя предсказать, то тогда оно какое-то невесомое. Оно незначительное. Оно подвержено случайности. Может произойти, а может не произойти. Что это тогда за событие? Поэтому для мифологического сознания, а это, конечно, мифологическое сознание, учитывая только то, что в мифе для монголов истина. Истина. А вот реальность случайна. Вот реальность случайна. Реальность иллюзорна. И вот для мифологического сознания, конечно, без предсказания нет событий. Поэтому все должно было предсказываться. Более того, Унгерн ведь и победил благодаря своей чуткости к этому мифологическому сознанию. Он же похитил Богда Гигена. Богда Гигена – это живой Будда. Это второе лицо в буддистском мире после Далай-Лама. Но Далай-Лама в Тибете, а Богда Гигена в Монголии. Китайцы совершили большую ошибку. Они его арестовали. И, естественно, начался такой страх. Потому что живого Будду арестовать, ну, как бы тут несчастья не случилось каких-то. И Унгерн его похитил. Причем совершил такое накануне штурма Урги. Настолько дерзкое похищение. Кстати сказать, своей тибетской сотней. А его заточили, живого Будду, если верить Осиндовскому, на той горе, где определенную границу никто не пересекал. Нельзя, священное место, погибнешь. В лучшем случае просто удачи не будет. Но всегда, на протяжении всей жизни. И, может быть, ни одной. И только барон Унгерн со своими ребятами смог вот это вот совершить. И когда он был похищен, то там на другой священной горе жгли костры. И когда китайцы, тоже живущие внутри этого мифологического сознания, несколько другого, но тоже видели огонь на священной горе, вот этот ужас начинался. Невероятный ужас. Он, размещая свои войска вот в тех местах, где стоял Чингисхан, в тех местах, о которых есть монгольские народные песни, предания. Те места, которые являются сакральными, наводил ужас на противник, потому что противник жил в той же системе координат. И был в ужасе от того, что, боже мой, в мире же все повторяется. И, возможно, вот это некое возвращение на новом уровне вот этой харизмы Чингисхана. И ведь когда он с тысячью сабель взял вот этот вот, некоторые говорят, 10 тысяч, 13 тысяч, да, гарнизон китайцев, вооруженных, вооруженных, с великолепными позициями, с орудиями, с орудиями. Многие пишут, что это был последний в истории человечества случай, когда город был взят с помощью одной харизмы. Поскольку было понятно, что если столько знаков, да, столько знаков того, что он в некотором смысле сакральное лицо, бог войны, и все вокруг подтверждено, и живого Будда он смог похитить, и живой Будда с ним, бог да гиген, все понятно. Поэтому китайцы начали бежать уже сразу. И когда мы говорим обо всей этой истории, нужно вот что учесть. Ведь вообще Центральная Азия, Монголия и Тибет – это зона интересов невероятных в ту эпоху. Вот чуть позднее, об этом может быть когда-нибудь, мы запишем отдельные передачи, когда в Тибет направляются с одной стороны экспедиции НКВД, с другой стороны экспедиции Анненербы, наследие предков, организации, созданной Гиммлером, и которая занималась мистическими учениями различными. Постоянное движение, постоянное движение. И, конечно, вот мне хочется процитировать здесь, потом расшифровать, какую роль во всей этой истории сыграл главный миф, да, миф о Шамбале, или государстве, подземном государстве, о Гарте, можете так называть, можете эдак. Вот цитата из Елены Рерих, из ее работы «Община» 27-го года. «Наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово «Шамбала». Разновременно, но одинаково оба вождя спросили, какие признаки времени Шамбалы. Отвечено было – век истины и мировой общины. Оба вождя одинаково сказали – пусть скорее наступит Шамбала». И Маркс, и Ленин, значит, по выражению Елены Рериха. Я уж не говорю о том, что есть знаменитое письмо, которое Рерихе отправили, по-моему, Чечерину, советскому правительству. Письмо от Махатам, которые признавали – это высшие существа, которые частью невидимы, частью живут в Шамбале, частью еще где-то, которые подтверждали то, что русская революция является неким исключительно важным духовным событием. Вот представьте себе, Рерихи пытались убедить советское правительство о том, что приход коммунизма совпадает с появлением Будды Майтреи. Будда Майтрея – это последний Будда, это аналог второго пришествия Христа. Будда Майтрея придет тогда, когда будет последняя битва между силами добра и зла, условно говоря. И вот они соединяли эти вещи. И вообще вот эта идея о том, что идея коммунизма и большевизма нужно соединить с этими тайными учениями, с мифами об этом подземном государстве. И ведь Унгерн жил этим мифом, как говорят и все монгольцы, и все тибетцы, и часть корейцев, и многие китайцы. А миф этот очень простой. Вот сколько тысяч лет назад, когда началось падение человека и человечества, лучшие его представители в духовном смысле этого слова спустились под землю. Под землей существуют целые подземные города с тоннелями и под океанами, где существует вот такое государство Агарта. И правит им царь мира. И царь мира неоднократно являлся и монголом, и тибетцем. Более того, Панчен-Лама – это второй в Тибете такой духовный титул важный после Далай-Ламы. Так вот, в XVIII веке один из Панчен-Лам путеводитель составил того, как можно проникнуть в Шамбалу. И Осиндовский заканчивал свою книгу о том, что, ну, конечно, возможно, писал европейский читатель, когда читает об Агарте или Шамбале, он улыбается, это какие-то сказки. Но, сказал он, для людей этого региона это не сказки. И царь мира появится в последней битве с силами зла. И вся Азия пойдет за ним. И не останется ничего от Европы, и не останется ничего от всего остального мира. Потому что это будет решающее сражение. Более того, определена даже по христианскому летоисчислению цифра. Это будет в 2335 году, если мне память не изменяет. Через три с небольшим столетия. Вот эта последняя битва. Но ведь Унгерн-то, вот вы сейчас тоже, может быть, улыбаетесь, но для него ничего святее этого мифа не было. Потому что, если он действует в правильном направлении, он действует в согласии. В согласии с волей царя мира. И с волей этого подземного государства Шамбала. А Осиндовский вообще описывает в своей книжке о том, как они едут однажды, и все вдруг затихает в степи. И звери останавливаются. Звери останавливаются. В этот момент что-то происходит там, в Агарте. Царь мира, возможно, ведет некую религиозную службу. И все замирает. И он описывает... Это невероятное совершенно событие. Потому что никто не может ничем заменяться. На всех особое состояние не сходит. И все монгольцы, монголы ему, естественно, это подтверждают. И Унгерн в этом живет. Его, кстати, обманывали неоднократно. Поскольку существует целый ряд историй о том, как можно проникнуть в Шамбалу. Ему ламы некоторые говорили о том, что нужно послать дары соответствующие. Это же восточный мир. Без даров ничего не бывает. Дары царю миру. И тогда удача будет сопутствовать всегда. И он дает дары, который не может найти вход в Шамбалу. Но за ним следят казаки. И дары-то они отбирают, а мошенника наказывают. Легенда или нет, это неизвестно. Речь идет о том, что как этот человек, когда ситуация в созданном им монгольском государстве начала ухудшаться, с тремя тысячами людей, с несколькими орудиями. Причем из этих тысяч, ну, некоторых просто демобилизаций в монгольском селе. Они обучены даже многие толком воевать. Он пошел на всю Красную Армию. Ну, как? Это безумие. Это бред. Ему там противостоял он, когда, значит, появился вдруг в Забайкале. Ему там противостоял то ли 15, то ли 19-тысячный гарнизон сразу армии красных, блестяще вооруженных, с артиллерией, броневиками, аэропланами и так далее. Но вся армия двинулась за ним. Почему? Потому что все привыкли к чудесам. Ну, то есть, они жили в мифологическом пространстве. Ведь они же взяли Ургу. А им противостояла там во много раз более, так сказать, сильная вот эта вот китайская армия. Так, может быть, и сейчас. А непонятно. А может быть, это совпадает. Может быть, последние времена-то настали. Ведь нужно понимать, что почему так много разных религиозных общин, сект, верований вот в эту эпоху гражданской войны. Потому что все признаки эпохи, предшествующие апокалипсису, они налицо. Голод, убийства, пытки, даже физиологическое изменение человека, его физиологической, антропологической природы, дикий упадок нравов, разврат, разбой и так далее. Все понимали. Так вот же оно. Вот же оно. И поэтому нам совершенно не понять многих из этих людей, красных и белых, если мы вот эту вот систему мифов, внутри которых они действовали, не сможем понять. Онгерн двинул на всю Красную Армию вот эти вот три тысячи человек и рассчитывал на победу. Да, он был обманут. Да, он был обманут некоторыми белыми генералами, но об этом в нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.